Эти кадры можно по праву назвать уникальными. Первым в мире натуралист Юрий Шибнев запечатлел редчайшую кошку планеты в дикой природе. Фотографии стали свидетельством существования в приморье неизвестного прежде дальневосточного леопарда. Эти и другие работы мастера представили на выставке «Мир леопарда глазами Юрия Шибнева». Близкие друзья и коллеги. У каждого немало интересных историй о жизни, которую Юрий Шибнев посвятил любимому делу. Лаборантом и научным сотрудником заповедника «Кедровая пать» он проработал 47 лет до своей кончины в ноябре 2017 года. Юрий Шибнев – автор более 70 статей и монографий о природе Юго-Западного Приморья. Мы сегодня говорили, что очень много трудов, они остались, к сожалению, не опубликованы. Планируете ли вы продолжать? Да, это планируется. Просто это очень большой пласт работы, потому что папы были в планах еще опубликовать книги с фотографиями. И эта работа осталась не завершенной, потому что надо подбирать фотографии именно к текстам. То есть это надо очень хорошо, подробно вникать, подбирать подходящие фотографии. Ну, то есть, конечно, я не сделаю уже так, как сделал бы папа. Но что-то сделать все-таки надо. Семье Юрия Шибнева особенно запомнились его истории о неоднократных встречах с дальневосточным леопардом. Не раз фотограф-анималист чувствовал, что зверь будто следит за ним. Интуиция не обманывала. Это доказывали следы дикой кошки. А одна из встреч была особенно опасной. Обычно он снимал днем, уходил на ночь. Однажды леопард задержался у привада, и папа, получается, не смог спуститься. Он просидел на лабазе всю ночь, было очень холодно, потому что это была зима. Он пытался его отпугнуть стеклянной банкой, и стеклянная банка разбилась, леопард остался рядом. То есть он был прямо по дереву. Леопарду ничего не стоило, а забраться на дерево, разодрать палатку. Идеей сделать как можно больше хороших снимков краснокнижного зверя Юрий Шибнев загорелся после первой встречи с хищником в заповеднике. Эти кадры принесли мастеру всемирную славу. В 1991 году натуралист из кедровой пади первым из российских фотографов стал лауреатом крупнейшего в мире конкурса «Фотограф года дикой природы». Чтобы сделать уникальные кадры дальневосточного леопарда, Юрий Шибнев проделал колоссальную работу. Первым в мире изобрел фотоловушки. 40 фотоаппаратов любитель Юрий Шибнев приобрел на средства от гонораров. И при помощи лески настроил их так, чтобы затвор срабатывал во время приближения животного к объективу. Фотоаппараты, в общем-то, не совсем были приспособлены для таких климатических условий. То есть находиться все время круглосуточно на открытом воздухе. Часть пленки засвечивалась через неплотные уплотнения, пропадала. То есть, представляете, сколько это каждый день обходить, потом проявлять. И ведь вручную проявлялась каждая пленка. Большая часть фотографий на выставке «Мир леопарда глазами Юрия Шибнева» создана с помощью таких фотоловушек. Более 20 первых в истории снимков дальневосточного леопарда в дикой природе, а также фотографии других животных юго-западного Приморья, можно увидеть в музее города в течение ноября. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.